Привет, случайный зритель! Меня зовут Вадим, я ударник и в свободное от безделья время я занимаюсь изготовлением различных палочек для ударных инструментов. В сети, особенно в русскоязычной, очень сложно найти информацию о том, как можно восстановить разбитый аккорд для маримбы, для вибрафона и чтобы избавить вас от необходимости идти в магазин и покупать снова и снова дорогостоящие аккорды, я покажу вам способ, как можно восстановить работоспособность ваших палочек и сделать их даже немножечко лучше, чем они были изначально. Дальше я буду снимать себя сам, буду по возможности следить за кадром. Значит, для маримбовых палочек мы используем стопроцентную шерсть для вибрафоновых стопроцентных хлопок. Нитка должна быть достаточно толстой. При покупке в магазине обращайте внимание на отношение длины хлопка к его весу. В 100 граммах шерстяной нитки должно быть 200 метров, в 100 граммах хлопковой нитки должно быть 280-300 метров. Тогда толщина нити будет оптимальна. Я покажу технику плетения, позволяющую гарантированно получать 4 одинаковых палочки, полностью идентичных в размере, в весе и в количестве нитки. Вам не потребуется заранее вымерять длину нитки или пытаться на глаз подогнать размер заплетаемых головок. В основе моей методы лежит определенная циклика и если все делать правильно, то у вас просто не получится накрутить лишнего. У меня в руках обычная разобранная палочка Innovative Percussion. Если вы самостоятельно разберете любую фирменную палочку, вы обнаружите, что нитка наматывается на нее на манер клубка. Это происходит автоматически и выглядит примерно так. Ну и затем все это зашивается сверху и снизу, чтобы петли не слезали с головки. С обводной частью покончено, переходим к практике. Для наглядности я буду использовать белую шерсть на черном шарике, так будет лучше видно. Первый шаг. Фиксируем конец веревки под шариком. В принципе, процесс плетения мало чем отличается от машинного, за исключением с самого начала. А с самого мы применим немного геометрии и сделаем вот такой крестик из четырех петель. Дальше мы положим между имеющимися петлями еще четыре петли и получится восьмигранная звездочка. Точно таким же образом, но в два раза чаще, мы кладем еще восемь петель и получится звездочка шестнадцатигранная. Это первый этап. Что я сделал? Я распределил шестнадцать петель по всей поверхности шарика равномерно путем накладывания вот таких крестиков друг на друга. Дальше палочка плетется с заданным интервалом, который вы видите. И весь смысл плетения сводится к тому, чтобы класть очередные петли между уже имеющимися. И интервал до конца палочки уже меняться не будет. Я положил еще шестнадцать петель и, как вы видите, интервалы между петлями уже сходны с толщиной самой нитки. То есть еще два прохода и весь шарик черный скроется под ниткой. Еще шестнадцать петель. Вы видите, что зазоры я уже закрывал через один, поскольку интервал плетения должен сохраняться. С интервалом плетения вы можете поэкспериментировать и посмотреть, что получится, если он будет слишком частый и если будет слишком редкий. И еще шестнадцать петель. Как вы заметили, число шестнадцать здесь ключевое. Я уже положил четыре раза по шестнадцать петель, всего шестьдесят четыре, и данный этап я называю полным циклом. Таких циклов я делаю два, поскольку считаю, что одного все-таки недостаточно. Палочка еще не приняла должной формы и не сильно смягчает удар резиновой головки. Если приглядеться, то последние шестнадцать петель, они очень хорошо видны. И второй цикл очень удобно начинать встык за этими петлями. Вот таким образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, шестнадцатая петля каждого прохода, всегда видна. Если вы все делаете правильно, то вы просто визуально будете видеть, когда заканчивается очередной проход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Развешена половина второго цикла. И следующую половину я промотаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй цикл позади. И на этом плетение заканчивается. Но здесь я покажу еще небольшую хитрость, которую применяю сам. Для этого нужно расплести последние шестнадцать петель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хитрость заключается в следующем последние шестнадцать петель я плету с интервалом в два раза большим, чем делал до этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И шестнадцать. Что это дает? Гораздо более красивый рисунок. Вы видите, появляется восьмигранная звездочка. И такую звездочку будет гораздо проще потом зашить. А зашивается палка вот такой иголкой. Она называется обувная или мебельная. Можно найти в магазинах рукоделия, либо на Алиэкспресс. Я зашиваю головку той же самой ниткой, из которой она плетется. Отрезаю от нее примерно метр. И продеваю в иглу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала я прошиваю нитку вот таким образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последняя фишка со звездочкой дает вам возможность гораздо лучше ориентироваться при зашивании и найти какие-то точки, которые симметрично будут по всей окружности шарика. Я думаю, способов зашивания сверху и снизу можно найти огромное количество. Это простор для творчества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нижняя часть готова. Чтобы зашить верхнюю, нужно просунуть нитку под толщей оплетки в верхнюю часть палочки. Делается очень нехитрым способом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Постепенно, пошагово нитка будет вытаскиваться к верхней части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В то же место, откуда она выходит, мы обратно засовываем иголку. Вытаскиваем чуть поближе к верху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И последний раз иголка выходит из середины верхней части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень важный момент, при зашивании верхней части нужно постараться захватывать иглой как можно больше, а в идеале всю толщу нитки, которая сгрудилась сверху. Поскольку если делать это поверхностно, то палочка потеряет свою форму, и все те слои нитки, которые вы не смогли зацепить, они рано или поздно съедут со своего места, что приведет к каким-нибудь проблемам, придется ее заново перевязывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верхняя часть зашита. Остается избавиться от лишней нитки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Готово! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, все очень просто. Повторите 4 раза и получите практически новый комплект палок. Если остались вопросы, найдите меня в ВКонтакте, обратная связь в описании видео. Продолжение следует...